всем привет у нас сегодня снова разговор про сетевые протоколы в linux как я обещал мы продолжаем разговор про маршрутизацию и вообще уровень айпи и в прошлый раз я обещал обещал повторить историю про прокси рп вот причем человек которыми обещал сейчас отсутствует но это не важно важно то что в прошлый раз у нас получилось не очень поэтому видимо по-хорошему надо рассказать сейчас об этом значит что такое прокси рп давайте еще раз расскажу про эту ситуацию тем временем давайте мы скачаем новые давайте мы скачаем новую прошивку вот пока она скачивается что значит такой прокси рп представьте себе ситуацию что у нас есть три локальных сети то есть три ethernet сегмента два из которых функционируют как нормальная сеть вот у нас есть справа сеть названием условно альфа у нее диапазон адресов 10 0 1 слэш 24 слева сеть под названием бета у нее диапазон 10 02 слэш 24 и посредине роутер который пересылает пакеты туда и сюда никаких проблем в нот но у нас есть какой-то еще какая-то среда передачи данных для простоты это тоже будет ethernet но на самом деле не не это совершенно не обязательно это может быть что угодно который подключен еще один клиента возможно не один но опять-таки для простоты один и он подключен таким образом что мы ему вынуждены выдавать адрес из диапазона 10 02 слэш 24 такой же как в сети бета при этой ситуации нормальной связанности между всеми этими тремя машинами точнее между машиной вот который называется сингл и машинами в этой сети в этой сети быть не может почему потому что на уровне ethernet а как бы мы не настраивали маршетизацию будет строго написано что сеть слэш 24 у машины клиент лежит прямо за интерфейсом ее да и соответственно абонент сети слэш 24 вот этот 10 02 204 тоже лежит прямо здесь машина клиент будет посылать инкапсулировать этого фреймы то не так будет слайд а рп запрос на предмет того а какой же мак-адрес у 10 2 2 204 и пытаться значит ему пересылать соответствующие фреймы но нет на мак-адрес на на рп запрос никто отвечать не будет мы можем пробить руками на машине клиент а также на машине с рв между прочим на нет с рв никого не волнует на машине клиент пробить руками информацию о том что более строгий маршрут маршрут не слэш 24 а слэш 32 на машину 10 02 204 ведет через 10 02 тогда при принятии решения относительно того кому пересылается пакет будет выбран этот самый более строгий маршрут но это означает что при появлении в нашей сети очередного такого дикого клиента которому нужно присвоить адрес из нашего ip пространство но при этом он другом на другой среде передачи данных нам внезапно требуется как-то переконфигурировать все таких клиентов что в общем тяжело повторяю мы сейчас не обсуждаем вопрос почему у этой машины тоже адрес из того же айпи пространство что в этой сети вот почему собственно не работает связность между клиентом и сингл потому что клиент считает что поскольку у него сеть 24 видно то любой абонент этой сети 24 является принадлежит вот этой среде передачи данных сам посылал посылает а рп запрос и не не получает рп ответа если бы была возможность со стороны роутера на рп запрос кто такой 10 02 24 отвечать его роутером ак-адреса вы вот этим проблема решилась потому что тогда клиент бы посылал пакет на роутер роутер бы смотрел что этот пакет не его и он маршрутизировал бы его дальше вот такая вот вот такая вот картинка значит что для этого нужно сделать давайте мы посмотрим тут уже скачалась давайте мы убедимся что virtualbox у нас не русифицированных спасибо поудаляем все что было а даже не так подаляем из скриптом по удаляем так проще по удаляем все что было и даже вот это тоже по удаляем вот и про импорт им новый вот значит я кстати обновил немножко машинку кто-то под из прошлых пользователей попросил чтобы в командной строке сразу разделялись подсказка и сама командная строка для красоты и я еще папа скреб репу потестировал на пяти различных терминалах и выяснил что вот этот волшебный скрипт xterm resize который постоянно запускаю из командной строки безопасно запускать во всех терминалах максимум что он будет делать ничего до минимум что он будет делать ничего максимум будет делать на крым много красиво ну вот ну вот давайте создадим вот эту ситуацию которую мы здесь видели создадим ее вживую я все еще не понимаю зачем мне тут машины срв потому что на самом деле нам достаточно вот этих двух чтобы они друг друга видели ну да ладно чё там alt minimal срв альфа как мы договорились сеть называется альфа роутер сеть называется альфа бета и какой-нибудь там хи три да у нас три интерфейса роутера занята альфа бета и хи вот и наконец клиент клиент подключен к сети только бета чё вилане это слово клиент круто тороплюсь вот чё вот ну и вот этот самый четвертый наш машинка который называется сингл вот это вот она тоже подключена к секре к сети бета а на сети так я где-то еще раз ошибся но сейчас мы все увидим срв альфа роутер альфа беты хи клиент бета и минимум этот самый сингл хи хи вот давайте их мы все запустим о тут кстати будет проблема ну ладно дам а как делать по-другому я не знаю ну хорошо тогда мы сделаем по-другому вот так что каш плохо надо поправить надо бы записать что почему-то тест ну ладно давайте попро потратим три минуты чтобы нам было удобнее много простите по крайней нашел правильное место о шикарняк я достиг того чего хотел по еще раз у всех прошу прощения за тупеж просто без этого будет нам тяжеловато тяжеловато подключаться ну вот пускаем наши срв я вспомнил зачем нам нужен срв он нам понадобится в будущем это какая-то часть того о чем сегодня будет еще разговор вот тем временем запускаем запускаем все остальные наши машинки роутер и клиент хи пока не запускаем срв да значит здесь я воспользуюсь для настройки этих машин для того чтобы сегодняшняя лекция вообще закончилась а то она не закончится никогда я воспользуюсь неким читерским скриптом который есть в окружении каждый машин каждый машинке кто называется авто нет это ничего общего с какой-то нормальной настройкой линук сети не имеет это конкретно для наших лекций точнее даже для экспериментов в рамках наших лекций изобретенный мной костыль который настраивает во первых он включает маршрутизацию делают самая пива форвард включает во вторых он настраивает все сети которые видят включенные сообразно их названию альфа будет с 1010 24 бета на букву б будет 10 204 так далее вот извините просто для скорости делаем вот обратите внимание что он увидел что в нашем наш срв подключен к сети альф поэтому у него есть я забыл это обновить так знаете что нас тут конечно мало но давайте мы обсудим вот какой вопрос смотрите это был долг за прошлую лекцию может быть с учетом того что я немножко облажался в настройке и сейчас не готов ее динамически поменять может быть мы этот долг еще на один на одну лекцию вперед перенесем или даже сделаем из нее какой-нибудь оффлайн это было в записи в лекции в прошлом году да значит понятное дело что я в свое время это дело переделал но просто сегодня на самом деле довольно плотное количество разговора если у нас вдруг останется в конце лекции я расскажу если нет ну потому что там есть проблемы с некоторой адресацией вот я ее не хочу сейчас решать при вас вот эта проблема так дайте однако подумаю как это делать вот хорошо значит вторая попытка произошла так же как в прошлый раз она закончилась фальстартом но ничего страшного во первых вот здесь вот все написано четко вот во вторых действительно такая штука была в прошлом году на нее можно посмотреть тем не менее давайте мы посмотрим на наш замечательный машину SRV который мы запустили нам все равно все это понадобится сейчас вот на нашу замечательную машину срв который мы запустили и займемся одной такой штукой которую мы раньше еще не делали мы настроим выход в интернет с этой машины вот в том числе такой который позволит внутренним хостом в нашей сети тоже ходить в интернет вот для этого мы конечно же выполняем волшебную команду по автоматической настройке того самого интерфейса этаж 0 который у нас всегда не используется в наших лекциях потому что если его использовать он внезапно нам даст подключение к интернету и все остальное вот только там C наверное 1 надо было сказать да C1 вот видите у нас D у нас работает VVOR разрезовывалось и пинг на него ходит и даже трейсрут на него ходит вот вот значит что настраивает ДХЦП ну мы об этом еще будем говорить потому что мы будем сами будем настраивать ДХЦП на ближайших лекциях когда не на ближайших когда этот раз мы до прикладного протокола дойдем ДХЦП настраивает в общем 4 вещи IP адрес вашей машины сетевой маской и так далее ДНС по умолчанию для вашей машины и маршрут по умолчанию для вашей машины если он есть если есть только он а если есть еще какие-то другие маршруты ДНС тоже можно запихнуть в ДХЦП тоже можно запихнуть еще и другие маршруты в действительности ДХЦП умеет настраивать примерно там с полтысячи различных сетевых параметров вот некоторые из них имеют собственные имена некоторые так такие соглашения для каких-то значит промышленных этих штук которые даже собственных имен не имеют параметр номер сто пятьсот вот это все но вот IP адрес маршрут по умолчанию ДНС и еще может быть какие-то другие маршруты по ДХЦП приезжает вот куда приезжает маршрут по умолчанию очевидно он приезжает прямо в таблицу маршрутизации вот наш IP Road красиво нам показал что Default View 10.022 вот куда приезжает ДНС обычно он приезжает в файл etc.resolve.conf вот как видите нам сюда приехало имя нашего домена а еще приехала адресный им сервер нашего факультетского вот и это в общем стандартный файл etc.resolve.conf он так или иначе всегда доступен в той или иной форме чего нам не хватает для того чтобы машина роутер вышла в интернет ну очевидно не хватает на машине роутер знания что интернет выход в интернет по умолчанию происходит через нашу машину 10 с ее точки зрения какой там 10.011 кстати давайте мы переназовем сейчас одну секунду я раз уж у меня не получилось кого мы должны выключить мы должны выключить клиент мы должны выключить роутер вот теперь мы должны на регистр удалить роутер клиент и не состоявшийся сингл теперь мы должны сказать роутер 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 это что ты будешь а ну да слово бета мне не нравится да давайте посмотрим какие нам картинки понадобятся для нашего этого роутера в ближайшее время никаких особенно никаких особенно очень хорошо роутер альфа и чьи бета гамма дельта вот альфы альфы дельта да ну так что значит вопрос был в чем что нужно проделать для того чтобы машина роутер которая у нас приключена к той же сети альфы что и с рвы могла подключиться к интернету сейчас не нужно запустим волшебный скрипт но этот волшебный скрипт напоминаю просто настраивать две сети вот она есть сеть сеть альфа 10.01 слэш 24 и по нему виден с рв вот он и сеть дельт который пока мы не трогаем 10.04 слэш 24 что должен что что еще нужно роутеру чтобы он заработал для того чтобы обеспечить просто маршрутизацию пакетов в интернет нужно знание о том что что на срв есть дальнейший выход в интернет нужно добавить ip роут от дефолт via 10.0.1.1 а вот то что мы прописывали на прошлой лекции да 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 сейчас скажу конечно обязательно вот на этой машине чтобы она умела выходить в интернет через срв ничего делать не надо а вот на срв таки да надо надо сказать айпи форвард или как он там называется а я сейчас скажу по айпи форвард вот да чтобы он вообще перекладывал из одного интерфейса в другой там уже стоит единицы потому что этот читерский скрипт авто нет всегда его выставляют в единицу так на всякий случай по умолчанию там 0 если там будет 0 конкретной машины не будет работать маршрутизатором то есть не будет получив пакет не себе пытаться его переслать куда-то дальше не там только на и 0 единиц там ничего другого не бывает вот значит соответственно на срв нужно сделать еще вот это и в результате у нас ну давайте dns настраивать пока не будем хост вв точка ру допустим вот этот да и в результате у нас пин хотя бы заработает только не пойдет а не пойдет он вот по какой причине пакеты отсылаются а обратно не возвращаются о они даже отсылаются вот а если пи пакеты только не обратно не возвращаются почему не обратно не возвращаются ваше предположение нет не поэтому там вообще-то реквест тоже нет реквест запрос но не важно нет не поэтому а потому что в интернете никто не будет пересылать пакеты у которых адрес отправителя 10 0 1 2 адрес 10 слэш 8 диапазон адресов 10 слэш 8 private use такой пакет никто не будет маршрутизировать кроме разумеется локальных сетей в которых все машины 10 слэш 8 какие-нибудь для того чтобы ваша значит ваш пакет можно было выслать наружу из вашей локальной сети в которой диапазон адресов private use этот пакет нужно преобразовать в такой диапазон адресов который можно пересылать то есть из нормальных диапазонов адресов вот для этого нужно на той машине которая подключена к интернету запустить штуку который называется не творка адрес translation у нас это будет буквально через две лекции в данном случае все несколько смешно потому что внешним айпи адресом у нас является извините 10 0 2 15 очевидно что это тоже адрес диапазона здесь наш 8 поэтому там где-то дальше его тоже кто-то преобразует вот в действительности там еще два уровня вложенности вот потому что из него образуется адрес еще более внешний он тоже из приватного диапазона вот но про вот этот адрес который у нас здесь называется 10 0 до 12 там дальше известно что его до можно вы прислать в интернет и мы же как-то ходили в интернет вот для этой цели нужно запустить firewall это у нас тоже будет но уже ближе к концу значит нашего где-то в начале в конце апреля вот эту штуки нужно запустить firewall в котором написать что пожалуйста на внешнем на внешнем адресе на внешнем интерфейсе на этом самом срв после того как все преобразования с пакетами проделаны в частности проделана пост роутинг проделана маршрутизация то есть уже принято решение что пакет выходит через интерфейс этаж 0 ip адрес подменить на тот интерфейс на тот айп адрес который в данный момент есть у интерфейса этаж 0 об этом говорит опция маскарад вот после этого я вангую штупинги пойду и пойдут они именно так от машины роутер идет пакет с адресом 10 0 2 1 10 0 1 2 машины и сыр вы точнее firewall на ней когда этот пакет уезжает через этаж 0 присваивает ему адрес 10 0 2 15 получает ответ на адрес 10 0 2 15 смотрит специальную таблицу об этом мы будем говорить на нужной лекции преобразует его обратно и роутер получает ответ уже надо адреса 10 1 10 0 1 вот еще в роутере нужно настроить dns но это к сожалению пока что мы делаем руками вот ну например так так не работает а так работает кстати обративте обратите внимание что dns запрос то есть запрос на 53 порт тоже прошел через срв потом через над потом сходил к вот этому dns серверу и обратным образом нам вернулся вот вот мы смотрите мы настроили нас мы настроили значит доступ в интернет с машины через нашу машину и сорвать это будет частью домашнего задания вот но мы двинемся дальше представим себе ну условно real life в котором у нас есть довольно большая сеть состоящая из нескольких локал от своими серверами со своими значит муштизаторами и так далее и так далее более того это может быть даже какая-нибудь немножко динамическая такая конфигурация потому что ну не знаю там классы такие мобильные переезжают куда нибудь или у нас есть несколько муштизаторов но иногда мы включаем один иногда 2 иногда даже 2 ну короче говоря или у нас на самом деле сеть такая большая она конечно под одним администрированием но она такая большая что что делается внутри конкретных локальных сетей главный администратор вообще не знает например как у нас на факультете что делается в сети лаборатории факультетский администратор не знает вообще смотрите я не сделал я сделал машину клиента не сделал машину клиент а между тем для того чтобы машина клиент могла ходить в интернет ей надо сделать две вещи не одну мы этим занимались на прошлой лекции кажется ей нужно сделать так что машина и срв и срв ну вот это бейс знала о наличии сети под названием там 1004 слаж 28 слаж 24 на машине роутер и имела в маршрутной таблице запись что если мы хотим пересылать пакеты на 1004 тот сначала мы их пересылаем на роутер роутер разберется теперь представьте себе что таких сетей много и на каждой машине которая хочет иметь доступ каждый другой приходится руками прописывать вот эту самую таблицу то что мы делали в домашнем задании но вот этих крайних машинах и на средних машинах прописывали а где там вот лежат вот вон те сети задолбаешься отсюда вывод либо у нас есть какая-то общая раздавалка вот такого рода настроек вместе с маршрутом вверх такой dhcp у которого заранее спланирована вся топология сети и каждой такой машине приезжает такая пачка маршрут в которой должно быть ему по умолчанию и такой один большой администратор с огромной квадратной головой в которой все это варится либо у нас должен быть какой-то протокол который позволяет маршрутизатором обмениваться информации из маршрутных таблиц такой протокол есть даже не один их несколько из них самый известный это спф еще протокол из из который циска для себя делается скорее как всегда они сами для себя делают потом никому не показывают вот протокол из пыров это довольно развистистый протокол предназначен и ровно для того чтобы объединять доверенные сети то есть сеть которые доверяют информации друг другу в такие связанные куски вот собственно он называется шотит форст пас о пустос форст по пустос по ферст это значит во первых карте во первых путь который свободен то есть по нему пройти можно и связанность есть а во-вторых он коротчайший вот у него есть целая куча всякой всякой математики и логики он сложный вот его несколько главных свойств он отслеживает общий статус состоянии всех абонентов маршрутизатор в данном случае исключительно сети о которых он знает и смотрит вот если допустим один номер а нельзя ли как-то по-другому получить путь к тому сегменту от которого значит этот умер вот более того он знает некоторые весовые коэффициенты этих связей например они не все равны единицы и тогда он рассчитывает кратчайший путь ну собственно по алгоритму дейкстры вот в третьих он может вполне себе заняться ситуации удаления петель то есть когда у нас мы втыкаем просто тупо все мурки маршрутизаторы в сеть внезапно оказывается что они могут гонять пакеты по кругу вот эти штуки он тоже разруливает и петли соответственно разрезает в самом так сказать безопасном месте под это дело написано некоторое количество софта не только значит странный софт сыске который не ниоткуда не взять мы как минимум два здоровенных сервера вот такого рода маршрутизации один из них называется фр фр вот тут вот видите вполне такой впечатляющий список кто им пользуется а второе их называется bird вот birds это еще более крутой на самом деле сервер он чуть ли не на каком-то центральном сервере работает вот пишут его какие-то внезапно чехи вот причем как видите последний релиз был буквально вот в марте месяце мы будем пользоваться ним вот он поддерживает целую кучу различных ротинг протоколов не только наш успех с которым и про который мы будем говорить но еще и кучу всего другого в общем вот такой большой маршрутизационный дем вот поскольку это очень большой демон настройка его на самом деле естественно выливается в настройку множественных таких конфиг файлов с развесим синтаксисом но поскольку у нас нет времени за четверть лекции за треть лекции выучить развесить синтаксис конфиг файлы bird я подготовил такие вот выжимки они простые читаемые я про них все расскажу давайте мы создадим значит машинку еще клиент вот альфа альфа дельта клиент подключен к дельте вот подсоединимся к нему напоминаю что на машине роутер у нас два активных интерфейса этаж 1 этаж 2 этаж 1 при своем к альфе 10 0 1 слаж 24 этаж 2 к дельте 10 0 4 слез 24 этот самый а пиф айпи форвардинг включен это то же самое что кат вот этот процессис троллевали вот соответственно маршруты вот этот маршрут мы кстати руками добавили давайте мы удалим что давайте мы его удалим потому что он ниоткуда кстати знаете как удалить маршрут так же как добавить да так же как добавить только удалить вот вот эта типичная ситуация после того как мы просто включили машинку настроили ее интерфейс и ну еще вдобав включили мне форвардинг да нет нет маршрута по умолчанию ничего нет вот все все чисто здесь кстати такая же примерно ситуация вот кроме того что маршрут по умолчанию здесь есть его нам принес дхцп та же самая история с клиентом вот мы сейчас сюда зайдем настроим у него сеть да напоминаю что это айпи линк этаж об айпи линк адр ад и собственно все вот настроим у него сеть и опять же мы видим что при прочих равных при ручной настройки только те записи в маршрутные таблицы которые появились при автоматически появились при настройки сети вот сейчас мы начнем запускать на всех этих машинах тот самый сервер под названием bird который будет заниматься пропагации как это по-русски пропихиванием маршрутных таблиц вернее частей маршрутных таблиц по всей сети с одной машины на другую сначала ну тут он назван бэйс у нас у названы сервы да давайте давайте вот прям уничтожить сумняши сделаем копипасту а потом ее почитаем вот как вы помните сервер bird умеет поддерживать кучу разных протоколов нам интересует нас интересует четыре из которых один так называемый протокол статик мы не используем вообще ну в принципе вместо того чтобы айпи род от могли вот здесь вот в таблице тоже написать то же самое в таблице в протоколе статика он тоже добавился бы именно как статические значения вот протокол кернел означает что мы берем все то что на данный момент уже есть в таблют в таблице маршрутов в ядре то что то что мой пирот выдает и с этим как-то как-то возимся мы не просто с этим возимся смотрите у нас есть маршруты которые пришли при настройке интерфейсов и еще у нас есть маршрут дефолтный который придется сдых цепы вот это все по идее нам нужно раздать на все остальные абоненты нашей сети поэтому мы говорим что во-первых мы ключевое слово лерн забираем вообще все маршруты они только не только те которые были автоматически созданы при настройке вот в частности маршрут по умолчанию мы тоже забираем каждые 20 секунд будем заниматься проверкой этого а во-вторых все эти маршруты уезжают на экспорт мы их экспортируем и будем потом пропихивать по всей нашей сети к протокол девайс это всего лишь этот протокол всего лишь связан с тем чтобы проверять какие у нас устройства активны сетевые какие неактивны каждый 10 секунд протокол оспф это собственно то чем мы сейчас разговариваем simple это название конкретной таблицы для протокола успех может быть много и вот в этой таблице символ мы делаем следующее все маршрут которые мы видели мы все экспортируем то есть пропихиваем в нашу сеть наша сеть это вся наша которая видна то есть 0000 вообще все до кого мы сможем дотянуться вот и фактически эта сеть до которой вообще вся до которой за который до который можем дотянуться состоит из из того пространство которое лежит за пределами интерфейса этаж 1 все все выученные ядром протоколы маршруты будут запиханы вот сюда вот сюда через интерфейс этаж 1 нет все будет распихиваться все но мы считаем что та сеть за который мы отвечаем лежит за это h1 а за это h0 не лежит туда мы не будем чё пихать и вот минус п все горит нормально по это проверить конфиг как сделать идентификатор успех что он клал в разные таблицы ну вот же вот это индикатор и то есть таблица успех а вот как сделать идентификатор успех чтобы он клал в разные таблицы ядра я этот вопрос не не изучил так можно ибо и более того есть специальная команда как это делать но я на практике этого не делал запускаем это наш bird можно даже спросить как у него там по и статус нет шоу шоу статус он говорит что во первых он ранен к во вторых он сам и назвался 10 0 1 1 по ip адресу в третьих у него еще можно сказать шоу руд и вот его таблицы которые выучил вот эта таблица или та самая которая через лерн получена вернее запись это таблица о можете за три по умолчанию а вот эти две таблицы получены из кернил вот причем вот это вот относится к категории к сети simple к нашей к нашей таблицы чай несу запись о маршруте этот запись о маршрут получен через кернил а это получено через кернил а еще она относится к пространству simple мы и туда будем пропихивать вот ну вот окей теперь роутер напоминаю что на роутере у нас тоже включенный пи forward на автомате и в таблице ядра уже лежит настройка двух сетей дельты и альфы вот нам не нужно на роутере в керниле изучать какие-то извне пришедшие настройки маршрутизации те кто приехали с дхцп поэтому ключевых слов лерн там нету а в остальном все то же самое за исключением того что для роутера пространство сетей которые обслуживаются с обеих сторон это это шанин и т2 и там и там лежат сети по которым нужно гонять маршрутные таблицы вот вот в этим отличается один конфиг от другого давайте еще раз не посмотрим но все вроде как отчет он его не узнал почему здесь он узнал а такой же такой же это я соврал вот да значит кернил говорит что все что мы изучили из кернила пожалуйста преэкспортируй куда в табличку символ в который был ровно одна арея и это одна арея лежит за двумя интерфейсами окей давайте проверим что он работает что что мы правильно скопипастили мы правильно скопипастили запустим bird скажем bird c скажем ему шоу роут ничего у нас не произошло 20 секунд видимо надо подождать о уже произошло обратите внимание что табличка айпи р превратилась из вот такой унылый который мы видели самого начала из двух всего записей во вполне полноценную уже табличку вот вопрос куда кладет успф таблицы которая спространяет вибро себе в память он их кладет куда он их еще может класть ну то есть или я не понял вопроса смотрите приехал маршрут по умолчанию его нам пропихал срв потому что мы его этот маршрут по умолчанию специально выучили и распространили вот приехал маршрут на сеть 20 то которая там задает аж 0 и и она пропихал срв видите вот тут даже написано кто кто нам ее притащил хороший гонный маршрут вообще говоря после этого у нас опять начинает работать интернет ну не забываем что мы сервей не перегружали там включен firewall и вот это вот все отлично давайте настроим клиент с клиентом все еще проще напоминаю что у него единственный интерфейс он принадлежит сети дельта нам всего лишь нужно сказать давай чувак из этой сети дельта загрузи все что нужно мы будем счастливы сам клиент ничего пропихивать не должен по идее да ведь тут экспорт он даже нету ничего плохого в том что написать здесь экспорт он не будет потому что нас ничего нету мы а вот чтобы адрес днс сервер присылался надо отдельно пересылать понятное дело что маршрутизатор не будет присылать алис днс серб это я отвечаю все тому же питону питону который задает но очевидные вопросы на эту тему так ну вот смотрите этот конфиг еще меньше потому что в нем мы говорим у нас есть область под названием 0 0 она лежит за этаж 1 вот собственно все давайте запустим его пока ничего нету а уже есть не а пока нету 20 секунд о приехали вот к нам приехала вся табличка вся табличка маршрутизации которая нужна для того чтобы работал доступ к любой из тех сетей которые видят который есть у нас в рамках нашего администрированного нами пространства вот собственно и все давайте мы сдублируем туда резул в конф руками это пока руками дорогой питон питон мы с этим будем работать но гораздо позже потому что в эту в эту часть от не входит вот сейчас мы это сделаем и поскольку роутер у нас является полноценным маршрутизатором а пиф ордером и всем остальным и сервен является полноценным маршрутизатором а пиф ордером и еще у него над запустим запущены трансляции выхода рисов на этажной вот я вангую что отсюда пинг сейчас заработает вот вот такие дела да значит тут пришел наш постоянный слушатель сокращение с возвращением сокращение и замечает что 20 секунд ждать приходится ну 20 секунд небольшая проблема вот смысл вот этого таймаута в разумное число секунд состоит в том чтобы не получилось так что ваши несчастные сервера то и только то и будут делать ваши маршрутизаторы что обмениваться маршрутными таблицами давай а завалит вам всю локалку вот этим делом вот хотя наверное сделать не 20 не 20 секунд а скажем 3 секунды было бы удобнее конечно поэтому поэтому спрашивают где находится bird сервер в данном случае он находится на машине клиент роутер srv да бёрд сервер должен находиться на всех машинах которые хотят обновлять свои маршрутные таблицы динамически например если у вас есть компьютерный класс то локальные машины загружаются всегда с одним одной единственной настройкой дефолт роут через какую-то вот вон ту машинку а вон та машинка должна запустить bird сервер чтобы понять где у вас чего лежит ваша сеть вопрос пожалуйста фактически мы настроили вот эту картинку автоматом ну кроме dns мы руками не вводили ни одной статической таблицы ни на одном из этих основ пожалуйста вопрос окей немножко бла-бла бла состоит в том что мы решили проблему динамического определения связанности мы там если у нас было побольше времени мы могли бы например сделать двойной маршрут через несколько хостов один из них отключить это они динамической перестроились бы на другую на другую на другую топологию на получившуюся топологии по пересылка пошла бы через другой маршрут вот но мы решили нашу проблему связанности не глобально для того чтобы такие штуки работали фактически у вас на каждой из машин должен лежать полный список тех маршрутов относительно которых должна происходить пересылка пакетов даже на несчастном клиенте у которого на самом деле вот в этом ничего нету никакой необходимости да на самом деле ему достаточно вот это ну и вот это вот это вот эти две штуки они зря сюда приехали а вот дефолта принес принес этот самый принес bird принес хорошо вот понятное дело что все машины в интернете таким способом не объединишь в одну в один большой огромный супер огромный немыслимо огромную таблицу это и плохо и работать будет медленно не будет заработать вообще потому что они все всегда будут все обновлять а как все-таки добиться связности в масштабах интернета ну я думаю что вы помните эту историю с автономными системами речь идет о том что ну весь весь интернет full you can запихать просто нельзя понятное дело все маршрутизаторы в мире объединить в одну большую сеть это просто убийцы вот поэтому на сегодняшний день задача решается так есть такое понятие автономная система это некая ну в общем то абстракция у которой есть собственный номер вот и собственно администратор вы регистрируетесь в и они регистрирует свою автономную систему для этого нужно доказать что вас достаточно много машин сложная сетевая структура и хорошие значит сети по бортам вот и после этого получаете значит айдишку и говорите вот моя автономная система у меня внутри этой автономной системы все хорошо там я машут себя обеспечиваю вот у нас есть узел который является собственно узлом экспортирующим маршрутную информацию про мою автономную систему пожалуйста вот работайте с ним выдайте мне пожалуйста тех людей которые значит умеют которые предоставляют мне связанность от интернета эти люди есть их обычно в простейшем случае один конкретный ваш поставщик интернета ваш провайдер вот в сложном случае больше одного вот эти сущности автономной системы загнать в один большой full view можно их не так много порядка пяти полмиллиона что ли дайте посмотрим я тут писал порядка миллиона давать причем миллиона даже не самих авто автономных систем а миллиона маршрутов между ними миллион это не такая уж страшная картина вы можете составить full view полный картину из миллиона маршрутов и по особым протоколам вычислять определять динамически связанность между узлами на этих маршрутах а также их стоимость среди возможных маршрутов выделять где более дешевый вот понятное дело что это все происходит между сеть между вот этими автономной системы которые не находятся все под единым администрированием и там довольно много в соответствующем протоколе сделано всяких защитных штук чтобы значит все это продолжало работать там и даже случай некоторого злоупотребления вот и этим занимается соответственно протокол который называется биджи пи бордер гейтвей протокол думаю опять таки вас это было на лекциях по сетям вот опять же версия смысле математика в нем довольно сложная ведь одних рфц шик больше десятка вот основной его функции очень простые он анонсирует собственную доступность и вычисляет доступность других там новых систем от вас если если это требуется вот в самом простом случае если у вас один интернет провайдер вы используете выражение единственный бгп узел с единственной настройкой которая в случае в случае нашем таком понимании называется дефолт рот а в случае бгп называется last resort последняя надежда resort последняя надежда в том смысле что если уж вы поставили бгп наверное вы хотите значит ну улучшить связанность в интернете но нет иногда бывает так что вы ничего не сможете улучшить просто можете анонсировать что вы вот связаны или не связаны с тем узлом и все вот в случае же если вы хотите действительно пропускать транзитный трафик или даже как-то зарабатывать на том чтобы этот трафик ну он платный вот и у вас есть несколько автономных систем до в доступе тогда вы можете затащить себе full view и заниматься как раз вот манипуляция этим самым потоком и анонсировать или не анонсировать доступность себя сразу в нескольких сетях такие дела вот вот этим всем мы заниматься не будем потому что негде просто имейте в виду что как помните мы говорили есть задача маршрутизации на каждом из уровня сетевых протоколов есть задача верхняя и нижняя верхняя задача это обеспечение собственно доступности и пропихивание маршрутов а верхняя задача на обеспечение связанности вот обеспечение связанности на уровне интернета делается так с помощью протокола bgp например вот python python продолжает интересоваться как у меня настроен общему общий буфер обмена какой использую магию никакой я магии не использую это текстовое подключение к муком порту соответственно делал просто копипест текстовый текстового текстовых строк вот и все это если вы могли заметить это не консоль это не консоль виртулбокса а именно что самый обычный текст в самом обычном экстерме так что ничего удивительно что могу копипастить собственно ради этого все это и затеялось так бы я пользовался консоль давайте вы немножко поспрашивайте меня про то чего я не знаю а именно про глобальную связность если вдруг у вас есть на эту тему вопрос видимо нет ну правда я этим никогда не занимался я не работал никогда в крупных провайдерах это даже не провайдер это называя забыл как называется ну короче которые поставляют такие вещи вот давайте вернемся назад вернемся к ситуации когда у нас есть несколько машинок между ними маршруты и так далее и так далее табличная маршрутизация которым мы с вами пользуемся вот это вот это устроено очень просто у нас есть несколько интерфейсов с адресами у нас есть представление о том какие абоненты за этими интерфейсами лежат в силу сетевой маски и дополнительная информация о том какие маршрутизаторы могут пересылать вот вот видите какие маршрутизаторы могут пересылать пакеты предназначены для каких сетей вот вам кстати я за мы забыли посмотреть на срв по баба бёрд притащил информацию о том что сеть 1004 доступна через здесь 012 собственно ради этого все это делать табличная маршрутизация устроена по destination принципу у нас пришел пакет мы смотрим куда он направлен и на основании адреса получателя мы принимаем решение через какой маршрутизатор этот пакет нужно пересылать однако иногда бывает нужно чтобы пакет перенаправлялся в разные места в зависимости не от адреса получателя а например от адреса отправитель или даже например от порта в tcp который там указ и это очевидно функция фэрвола фэрвол это инструмент организации модернизации при направлении трафика бла 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 модификации но нам не обязательно фэрвол если мы просто хотим принять решение о том что маршрутизация происходит не туда а туда например пример пример вот у нас есть пять машин 2 2 из них это ну типа выход в интернет 2 из них это 2 хоста и фишка состоит в том что оба из этих хостов находится ну все вот эти хосты находятся в одной сети но для хоста а маршрутизация должна происходить через вот этот а для хоста б через вот этот статическим образом на уровне таблиц эта задача не решается понятное дело мы говорим интернет но интернет для а должен происходить вот здесь через вот этот хвост а интернет для бачу из вот это давайте это сделаем во первых остановимся наши машины вот во вторых давайте посмотрим сколько нам нужно сетей это у нас сеть альфа она есть здесь должно быть три сети у этого самого будущего сеть другая и еще сеть третья значит нам нужен только и срв а остальные надо типа удалять нет сеть дельта пускай остается выше был вопрос про экспорт в xpf и в настройках бёрт экспорт чем отличаются по моему это одно и то же так ладно поехали дальше значит да так вот значит ща ротер у нас по-другому устроен у роутер будет три сети они 2 до дельта ну ну хи хотя бы да значит роутер альфа хи и дельта вот так мы все остановили это мы правильно сделали запустим наши сервы а нет нам что нужно еще сделать погодите рано что-то я туплю простите вот давайте мы сделаем еще один такой дубль и сервы вот этот второй через которую будет происходить второй маршрут так значит срв и и сеть у него будет хи собственно назовем срв 2 и сеть назовем хи так окей сейчас секунду давайте вспомню что я хочу расположу их рядом это роутер вот а секунду вот так это сервы один видимо чего а как он назывался срв 2 назывался молодец и так роутер срв срв 2 клиент и там будет еще один еще один клиент сейчас все будет вот значит напоминаю ситуацию оба клиента в одной и той же сети дельта роутер в трех сетях дельта альфа и хи один из клиентов должен пересылать пакеты через сеть альфа другой из клиентов из той же сети внезапно должен пересылать пакет из сети хи вот сейчас мы это все сделаем и еще один последний будет называться клиент 2 и сеть у него должна быть такая же как у клиента до секунду дельта дельта о ну вроде площадка подготовлены так срв срв роутер клиент и еще один клиент отлично ну что давайте мы что ли тогда сразу проделаем всю ту работу которую мы уже проделали а именно настроим на машинках срв выход в интернет просто ради того чтобы увидеть что а наши клиенты ходят в интернет нормально б они ходят через разные машинки для этого мы как обычно выполняем настройку поднимаем оба интернет дхцпд этаж 0 дхцп цедэ вот здесь тоже запускаем дхцп цедэ этаж 0 вот на обеих машинках запустим настроем соответствующие сети и объявим их маршрутизаторами а пилинг аппф аппель адр а дать этот самый айпи форвардинг короче говоря авто нет нам в помощь вот здесь два а здесь должно быть соответственно если это хита то abc здесь один этаж да а здесь должно быть abc 3 видимо о все хорошо вот 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 python python спрашивает что такое целевая таблица маршрутизация я все еще не рассказал потому что никак площадку не доделал сейчас я доделаю площадку и расскажу мы все успеем не волнуйтесь вот обратите внимание что на роутере у нас три активных сетевых интерфейса это дельта дельта это вот этот 4 хи и альфа альфа вот это хи вот это дельта вот это отлично и наконец настраиваем клиентов на которых все 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 и так все и так все и так работает будет за исключением днс он с днсом фикс оба клиента 46 и 43 оба клиента подсоединены к одной и той же сети именно поэтому у нас не получится сделать табличную маршрутизацию так чтобы один из них вылезал интернет здесь другой здесь ну давайте ради ради красного словца еще и настроим выход в интернет чтобы окончательно заработала чтобы можно было пингать какой-нибудь какой-нибудь этот самый удаленный сайт ща найду это место вот на обоих машинках на srv и на srv2 окей значит у айпи на клиентах руками добавим api road от дефолт via 10 0 дать посмотрим какой ip адресу роутера 4 4 4 вот и здесь уже сейчас клиент 1 клиент 2 будут настроен таким образом что они будут ходить в интернет через тот маршрут по умолчанию который записан на роутере на роутере допустим сейчас никакого нет api road от дефолт via 10 0 11 все вот сейчас должно работать ну давайте мы сейчас попробуем хвост ввру наш любимый ну или ради прикола яру да давайте попробуем вот так вот сделать мне кажется даже даже пинг заработать уже не работает что я сделал не так а я не знаю что я сделал не так давайте проверять сложно все настраивать руками мы в какой-то момент будем настраивать уже не руками но ничего не поделаешь над вроде бы не забыл а давайте посмотрим да нет вроде не забыл а это клиент это клиент нам не нужно на клиент сейчас секунду отсюда пинг не работает да он возвращается а я понял спасибо нет я забыл маршрут настроить я так мне так понравилось что bird притаскивает маршрут и себя сам и что я забыл его настроить ну хорошо давайте настроим айпи road от чё там 10 0 4 0 слэш 24 via 10 0 1 2 как то так да давайте посмотрим какой у него адрес еще раз 1 4 10 0 1 4 и здесь то же самое в srv 2 только там будет другой адрес у у роутера а именно 10 0 3 4 вот теперь должно заработать вот ну так вот площадка мы сделали сейчас у нас вот этот srv 2 вообще не у дел весь трафик идет через srv через сайт srv да значит вот в этой картинке у нас настроена красиво маршрутизация все кроме dns настроена но вот это нижний нижний хост srv 2 он не удел что и от одного что от другого клиента вся информация идет через верхний хост мы хотим чтобы от а шла через верхний от b через нижний для этого нам нужно проделать некоторую модификацию давайте проверим что пинка идет но я думаю что пинка идет проверим нам нужно некоторую информацию дополнительную на роутере вбить доработать на чем мы делаем мы делаем очень простую штуку мы заводим просто еще одну таблицу маршрутизации их будет 2 не 1 на роутере одна таблица маршрутизации по умолчанию а вторая дополнительная реально айпи рот от дефолт via 1003 сколько там у нас srv 2 пишник 5 но разумеется мы не можем это писать в одну и ту же таблицу маршрутизации поэтому мне в другую таблицу пожалуйста впиши ну ты был 5 например при этом что происходит опирот не изменился о зато появилась под на таблиц под названием ты был 5 в которой написан другой маршрут помолчай осталось только заставить кого-то например firewall или не знаю что или просто под систему маршрутизации видя пакет определенных свойств маршрутизировать его не сообразно дефолтной таблицы а сообразно таблицы номер 5 все давайте это сделаем да 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 ну что такое одно сеть одно место я не понял то есть если нам нужно чтобы нас от машины айпи бэ переходила запрос в сеть переходил через нижний через нижний да что просто когда айпи посылает запрос на пересылку там условно через айпи машины нижний он пересылал вниз одни верну нет погодите айпи бэ про нижнюю машину не знает ничего он знает только про вот этот маршрутизатор да да мы можем да мы можем в айпи бэ в айпи а руками прописать дефолт роут другой это мы можем сделать но они ничего не знают про это мы хотим сами принимать это решение ну вот как правильно заметил сокращение цена вопросы python python человек пропустил не только первую но кажется вторую третью лекцию тоже поэтому видимо вам лучше сначала их посмотреть а потом задавать вопросы вот да так вот значит на машине роутер мы подготовили новую таблицу маршрутизации под названием номер 5 вот нет ли какой какого посмотреть список этих таблиц не знаю но не важно вот но нужно сделать еще одну вещь нужно вот в то самое место которое будет принимать решение маршрутизации вставить специальное правило это так и называется а пирули ру которая был на основании свойств пакета выбирала другую таблицу для маршрутизации ну конкретно поскольку мы хотим сорс бейзит айпи маршрут мы говорим а пирул от фрум клиент 2 10 046 ты был 5 это номер осмысленно название можно утащить куда-то в конфиг в етц тогда при старте системы эти тейбл сгенерятся с этими названиями но это номер вот окей а давайте попробуем во первых работает ли пинг пинг работает давайте посмотрим если трафик на это что нету трафик на этаж 0 а где же трафик на этаж 0 капитан очевидно спешит на помощь вот он но другом сервере на другом маршрутизаторе на srv2 вот вам пожалуйста значит решение задачи целевой маршрутизации ответ на вопрос пайтона пайтона что такое целевая маршрутизация это маршрутизация как основанная не на destination а на сорс ну или на свойствах пакета пробегающего мимо и б с использованием специальных таблиц специальная таблица это вот ровно то что мы сейчас с вами сделаем давайте еще один случай рассмотрим этот случай не сорс бейзит а основан на анализа на анализе даже собственно пробегающего пакета то есть фактически наш а писток умеет выполнять немножко функций фирмова потому что мир между мимо мимо нас пробежает айпи пробегает айпи пакет но нет в этом айпи пакете мы можем внезапно определить что он тс пи это довольно легко сделать там поле есть такое это тс пи а в этом поле в этом себе пакете найти порт в данном случае получать и тогда мы можем сделать другую картину в которой например через наш нижний хост будут присылаться не только пакеты от клиента 2 но также пакеты от клиента 1 но только предназначены скажем для порта 80 давайте это сделаем прям туда же д-порт 80 destination порт 80 то есть все запросы на восьмидесятый порт тси пишет будут все пакеты внутри которых обнаружились обнаружился тси пи трафик на 80 порт будут тоже перенаправляться в можете зону таблицу 5 и соответственно переезжать через срв 2 да да соответственно я вангую что давайте запустим в обеих местах цепи дамп что если мы все правильно сделали это уже не вангование это более более строгое утверждение то наши машины клиент пинг будет через ссср в 1 а вот на 80 портфель через сср в 2 давайте попробуем о это пинг ну скажем в или а если называется да хоть яру просто яру там сейчас так это решательно приедет ну не знаю ну какую-нибудь но яру не знаю яру там страшно сейчас добавить в домашку в домашке тому и 40 по-моему моя любимая а ей 40 о ее 40 вот там очень хорошо там нам приедет редиректных ттпс и всем будет хорошо не ткат а во первых давайте определим адрес этого и сорга черга водорол хвост и ссор потому что мы династа не настроили чё там это мы с домашки копипаста о смотрите мы тут сейчас совершили http запрос руками с помощью нашего универсального инструмента не ткат который умеет подключаться теперь к любому месту и потом получается результат за любого места вот нам сайт и из орг это очень хороший сайт советую всем туда зайти просто поисследовать ответил что за эти что по http вас обслуживать не буду идите-ка вы на https ну такой вот и внезапно давайте еще раз это проверим на машине с рв никакого трафика на этот сайт этот порт не произошло зато этот трафик произошел на на машине с рв 2 с рв 1 вот он вот прям все все вся вся тспе сессия все тспе соединение на этот и 40 их тп порт вот потому что мы мы заполнили с эту самую таблицу с маршрутизации вот вот сейчас давайте посмотрим еще немножко командочек и на этом будете задавать вопросы я хочу посмотреть список правил а как губ смотреть теперь рули а вот вот все правила тут прям прям видно по какому принципу все это происходит до какой бы пакет мы не получили если депорт 80 лука 5 если мы получили пакет с адресом отправителя 10 0 4 6 лука 5 в остальных случаях лукап main а если там ничего нужного нету то лукап дефалт вот кстати сказать если как же дефалт а вот сейчас секунду да шо ж такое-то вот нет такого ну вот короче говоря значит вот вам это самый список правил вполне таким first wins ну то есть это немножко похоже на то как устроен как устроен firewall но там нету главной функции firewall а мозга который бы жевал достаточно активно агрессивно жевал пакета да мы и так можем вы же понимаете почему можем определить номер порта в пробегающий мимо айпи пакете потому что пробегающий мимо айпи пакет с полем что он на самом деле несет в payload и tcp в известном смещении по отношению к его началу лежит номер порта никаких вопросов к этому на самом деле нет ну вот значит кажется это все значит что я хочу сказать домашнее задание будет состоять в том чтобы совместить эти две темы у вас должен быть полиси роутинг и при этом настроенный bird чтобы нигде руками вот таких вот таких штук руками не писать и полиси роутинг который вы ну целевая целевая муштизация который бы делал то же самое что мы делали на лекции раз а именно по отношению к порту по портам подносить подносить видя порт разбрасывал бы пакет либо туда либо сюда это все что должно быть домашки решение домашки на самом деле не самое простое требует небольшого исследования которое я не проделал уже а именно вы либо но вот этой штуке веб на втором сервере говорите что у него то что приехала из ядра имеет более высокий приоритет чем то что приехала из успев и тогда у самого веба маршрут по умолчанию будет дефолтный туда потому что если этого не сделать у него внезапно придет маршрут по умолчанию дефолтный вот 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 сюда он приедет же всем в том числе и сюда приедет вот это один способ второй способ классический так как это обычно делается в бёрдзе вы когда будете делать импорт говорите мы импортим все нужные маршруты но только вот такой остальные маршруты пожалуйста не портите или все маршруты кроме маршрута по умолчанию и в нет не равно 00 тогда импорт вот третий вариант вообще не запускать не запускать на вот этой штуке бёрд потому что и прописать паршруты руками например в эти самые таблицы но этот вариант это объеме условия в условии сказаны никаких никаких кастомных настроек вот где тут написано вот никаких дополнительных настроек в основной таблицей за 40 такие дела вопросы по всему этому нет вопросов жалко это значит что все уже устали вот в общем разбирайтесь сложно в этом ничего нет в следующий раз у нас наконец-то tcp вот давайте посмотрим мы поднимаемся еще выше мы наконец-то будем пользоваться всяким всяким инструментарием типа нет ката сока то вот ну только не только теперь там транспортную есть еще и депи естественно вас единственное что что-то я не вижу что тут будет в практике но верьте мне практике будет дофига ну вот собственно все если нет вопросов спасибо большое что все еще ходите потому что некоторые засыпают но все равно ходят это очень хорошо это 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 прогрессивно вот и до встречи через неделю по этой теме а с некоторыми из вас я надеюсь встретиться еще завтра все спасибо